Специализированный суд по уголовным делам огласил вердикт в отношении учителя физкультуры, признанного виновным в сбытии наркотиков в особо крупном размере. Он через своих знакомых получил килограмм, 246 грамм опия, который мы прислали из Таджикистана. До этого он уже искал покупателей на наркотические средства и вышел на человека, который потом решил сотрудничать с правоохранными органами в контрольном закупе. Этот человек был задержан. Судья подсудимый утверждал, что был вынужден заняться наркоторговлей. Якобы к этому его принуждал тот самый подставной покупатель, которого учитель весьма опасался. В ходе судебного расследования признал свою вину, он показал, что этот человек, который обратился в полицию, он его просил достать. Так как я знаю, что у него есть родственники в Таджикистане, он его попросил найти. Потом я познакомился со своими друзьями, где тоже его начали просить. И вот он поддался, я даже, может, испугался, и пошел на поводу этих, и позвонил своему знакомому, и тот переслал ему. Суд критически отнесся к таким объяснениям подсудимого. В процессе следствия было выяснено, как учитель получил наркотики из Таджикистана. Он в свое время, когда ездил туда, в начале года прошлого, там случайно познакомился с человеком, якобы таксистом. Тот ему таксист предложил, вот ты в Казахстане живешь, если тебе надо, я тебе сколько надо достану. Ты, говорит, не переживай, через границу мы сами перевезем, там в Казахстане где-нибудь положим, оставим тебе, скажем, только место, где надо взять. Ну так и было. Вот на этом месте я нашел сверток с опием. Об этом мы заранее договорились с тем таксистом. Судом подсудимый приговорен к 11 годам 3 месяцам в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Продолжение следует... Продолжение следует...